Но об этом я чуть позже скажу. Оно работает сейчас на операционной системе Alt, конкретно на восьмой платформе, на девятую. К сожалению, пока не удалось перенести полноценно, потому что, насколько я помню, проблема там в том, что один из компонентов системы собран с какими-то другими ключами относительно восьмой платформы. То есть там надо пересобирать один из компонентов. Я думаю, мы это будем обсуждать с сотрудниками Alt. В список участников проекта входят сотрудники группы компаний АС, также студенты и специалисты Нижегородского аэротехнического колледжа. То есть у нас, например, Плеханов Хоршев Антон, это выпускник Нижегородского аэротехнического колледжа, он написал значительную часть системы. Это был его диплом. То есть мы вместе с ним это делали. И также хочу поблагодарить Михаила Щербакова, моего друга, тоже разработчиков его. Он написал под систему, которая позволяет сделать привязку USB-устройств к каждому рабочему месту. Система построена на общедоступных компонентах. То есть вот здесь перечислены основные из них. И вследствие эту систему достаточно легко развернуть. То есть не нужно ставить какие-то специфические пакеты, там из исходников собирать. Все остается через стандартные репозитории. И, в принципе, ее достаточно легко должно быть портировать на другие варианты гнулируется. Так, извиняюсь. Пока говорите что-нибудь. ПДФ можно запустить? Ладно, я пока расскажу про архитектуру проекта. В общем, как… там ЧПДФ лежит. А как функционирует проект данный? То есть на всех мониторах, которые подключены к системе, запускается 1x-сервер, то есть основной. О, можно теперь? Так, не то. Ну, понятно. Да, пойдет, да? Так, могу листить? О, красота. Спасибо большое. Сейчас ты должен все двигаться. Да, вот, спасибо. Значит, на основном… На всех мониторах запускается основной x-сервер. Вот. И поверх него запускается тайл-вакуаный менеджер awesome. То есть он необходим для правильного расположения рабочих мест. То есть это как раз то, в чем хороши тайл-вакуаные менеджеры. Дальше поверх awesome запускаются вложенные x-сервера. И уже в них запускается ydm, то есть который отвечает за вход в систему. Вот. Я уже говорил, что система поддерживает аппаратное ускорение. И здесь показана условная архитектура, как это работает. То есть сам по себе компонент системы, который мы используем, Zephyr, который как раз позволяет делать вложенные серверы, он не поддерживает аппаратное ускорение графики. Вот. У нас как раз было специальное требование, что нужно это реализовать. И мы использовали virtual.jl, который позволяет пробрасывать запросы к графике из вот этой дочернего рабочего места, дочерней системы, на специальный сервер графический. В данном случае и серверы клиента, они находятся на одном и том же компьютере. В принципе, сам virtual.jl может работать еще и по сети. Просто мы это не используем. Также мы решили проблемы с USB накопителями. То есть сейчас USB накопители привязываются к каждому рабочему месту. И у нас есть, скажем так, несколько костыльных решений. То есть мы сейчас автомонтирование делаем устройство в определенный каталог. И для автомонтирования нужно сделать запуск специального скрипта. То есть это настраивается в системе вручную. То есть мы добавляем иконку там сюда нажать, чтобы отмонтировать флешку, чтобы пользователи могли это сделать сами. Вот в идеале это должно делаться через средства файл-менеджера. То есть мы над этим работаем. Общие каталоги. Ну, многим пользователям требуется прикидывать данные друг к другу. И чтобы не мучиться с флешками, поскольку они работают, по сути, на одном компьютере, можно сделать общий каталог, поставить на него стики бит, чтобы каждый пользователь мог только свои файлы удалять. И проблема решена. Опять же, это делается вручную под задачи конкретного пользователя. Система имеет графический интерфейс, написанный на QT. И здесь вы можете видеть несколько пунктов. То есть здесь можно запустить настройку системы, можно удалить ее, то есть откатить систему к обычному режиму работы и остановить полностью. Это имеет в виду, что если вот это приложение запущено внутри уже мультисита, то тогда можно его остановить. После запуска настройки предлагается выбрать мониторы, которые нам нужно настроить. То есть для них выбирается разрешение. Причем разрешение берется у всех мониторов средней по больнице. То есть некое общее разрешение, которое все поддерживают. Это не совсем, опять же, правильно, потому что мониторы бывают разные. Но это, я думаю, мы впоследствии решим. И затем открывается диалог настройки рабочих мест, где в интерактивном режиме можно привязать устройство к каждому рабочему месту. То есть пользователю предлагается нажать на кнопки той мыши и той клавиатуры, которая должна быть привязана к тому рабочему месту, который он настраивает. То есть все, что ему нужно, это потыкать на кнопки, пока диалог не появится следующий или не завершится полностью настройка. Также привязывается и USB устройство к каждому рабочему месту. Перспективы развития. Значит, данное решение может быть доработано. Например, у меня есть личное такое пожелание, которое я хочу сам реализовать. Это сделать так, чтобы можно было делать количество рабочих мест, независимо от количества мониторов. То есть чтобы мы могли взять три монитора, подключенные к одному компьютеру, и сделать на одном мониторе одно рабочее место и на двух другое. То есть чтобы на одном из рабочих мест было два монитора. И это автоматически должно решить проблему с разными разрешениями для разных мониторов. То есть эти две задачи, они связаны. То есть это можно сделать, и мы это сделаем. Также данное решение можно портировать на другие дистрибутивы GNU Linux. То есть мы уже сейчас пробовали компилировать его на Ubuntu. Оно компилируется, но с настройкой пока мы разбираемся. Там надо все тестировать. Можно это внедрить в учебные заведения. То есть в учебных заведениях часто бывает ограниченность бюджета, и также ограниченность может быть места. То есть вы можете, например, в аудитории сделать на основе одного компа сразу несколько рабочих мест. То есть мы так делали, оно работает. И на данный момент у нас это решение внедрено в Нижегородском артехническом колледже на трех рабочих местах. И мы получаем обратную связь уже целый год от людей. То есть справляем ошибки, дорабатываем. Не все, конечно, гладко, поскольку это тестовый заезд. Но в основном работает. То есть уже, как говорится, в продакшене. Если вас заинтересовало что-либо по данному проекту, вы можете обратиться либо ко мне, либо к директору группы компаний Ассель Бессонову Сергею, который тоже сейчас в зале. Ну и вы можете сейчас меня спросить, если у вас что спросить. Спасибо за внимание. Добрый день. У меня следующий вопрос. Планируется ли у вас разделение аудио входов и выходов по пользователям? Потому что сейчас даже на самых типовых картах шесть выходов и трем можно обеспечить. Спасибо за вопрос. Мы как раз пробовали со звуком экспериментировать на мульти-сити. И сейчас оно работает таким образом, что если, ну, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Кто первый взял доступ к аудиоустройству, того на рабочем месте оно работает. Остальных нет. Но я думаю, что над этим можно поработать. Но этот вопрос надо исследовать. Ну, Аlsa позволяет. То есть я просто в ручном режиме расписывал для разных пользователей. Там можно сделать привязки. Я думаю, это хорошая идея. Надо посмотреть. Если вы готовы нам как-то помочь, будет очень здорово. Хорошо. Вяжем. Исходный код открыт. Спасибо за доклад. Мне как-то, так сказать, получившему там крестик в борт очень интересно. А можно вот эту табличку вернуть, по-моему, на третьем? Да, может быть, какие-то... В целом, я очень рад, что вы вообще этим занялись. Потому что я не оседан. Я показывал такую конфигурацию двухместную на Остей, по-моему, 2018, пару лет назад. Она была создана часам к четырем ночи того же дня. Держалась, так сказать, на подъеме вручную. И мне, честно говоря, очень не понравилась, что конструкция получилась такая хрупкая, хлипкая. Но, собственно, вы, как изучившие материалы по тому, как это все создавать вручную, вот, как бы, этому не удивитесь. Именно поэтому я очень рад, что вы занялись на автоматизацию и приведением в порядок. Значит, здесь, с моей точки зрения, не достает еще одной строчки, как раз таки про поддержку нескольких мониторных конфигураций рабочих мест. Для честности. Потому что мы все понимаем, что, как бы, когда в табличке там какая-нибудь строчка или столбик весь зеленый, вот, то эта табличка не совсем честна. Значит, с чем я столкнулся, ну, собственно, как вы позже упомянули, это то, что, ну, точнее, даже я не успел столкнуться, но я успел, как бы, ясно заметить в кустах. Вопрос, что если мы хотим сделать несколько рабочих, несколько мониторных рабочих мест, одно из таких мест, то это получается еще более рукоделие, чем вот в целом. Именно из-за того, что надо расписывать это все. И оно совершенно не поддается отдаче пользователю на откуп. То есть воткнул еще монитор и сказал, так, это вот, вот, не монитор. Вот, надо переконфигурировать именно всю систему, по большому счету. Отначение с нижнего эстерия. Я только понимаю. Значит, из того, что мне очень у вас понравилось и было неожиданным, я вот пошел, обдумывался, это использование файла ЛВМа. Вместо, собственно, прибивания вот этих вот из-эфиров по координатам. Надо будет, так сказать, осмыслить и посмотреть на ощупь. Вот. Значит, помимо звука, вот как коллега упомянул, есть еще вопрос с флешками. Возможно, тоже кое-что придадите, с чего мы наработали. Вот, начиная с элементарного контролдик, два серия, чтобы не засыпало всех подряд с неоткрывшимися флешками или неоткрывшимися. Вот. И по части звука, как раз в случае, когда на одно место, ну, как бы, когда место соответствует видеокарта, там оказался вот неожиданно в декабре буквально, это автоматом настраивает дверь через SDMI на тот же монитор. Вот. Вот это, кстати, я еще не проверял в случае, если у нас будет несколько мониторов на рабочее место, подключен опять же по SDMI. Вот. По поводу SDMI и звука это тоже, думаю, можно тестировать, но у нас сейчас, то есть оно и вагал кушает, и как бы вагал все еще используется на старых железках, и то есть не нужно про него забывать. Так что вопрос по привязке звука, он как бы остается открытым. По поводу, значит, того, что переконфигурирует систему, да, совершенно верно, то есть если добавляется дополнительный монитор, систему надо перенастраивать. Кроме того, если мы с этим столкнулись, то есть если отваливается один монитор, то система становится нерабочей. Вот. Если подключать дополнительное видоустройство, то тоже это приводит к тому, что оно как бы подключается к родительскому, к серверу, и пользователь может рулить тем, что он как бы за. Но это тоже не хорошо. То есть потом, ну, то есть есть ряд проблем, на котором еще можно поработать. Но надо делать, если вы готовы помочь. Вопросы? Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Уважаемые докладчики, давайте ориентироваться. Тут в расписании у всех стоит 20 минут, но подразумеваем, что доклад примерно 15 минут, но на вопросы 15 минут оставляем, потому что иначе вопросы все равно возникают. Следующий доклад Дмитрий Александрович Костюк, Брестский государственный технический университет. Продолжение следует... 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 Основной язык программирования, который используется в разработке кубернетов, это Go, что уже ставят под вопросом изучения всего этого многообразия в рамках учебных курсов. Для студентов, которые не очень имеют представления о виртуализации, не очень имеют представления о системах контроля версий, не очень имеют представления обо всем остальном, вот только Go им и не хватало, бедолаза. Но, к счастью, для того, чтобы разрабатывать приложение, выпускаемое и работающее на платформах кубернетов, Go не нужен. Он нужен только для того, чтобы быть контрибьютором под этой самой платформой кубернетов, то есть для того, чтобы ее разрабатывать. По большому счету, в идеальном случае никаких дополнительных знаний от разработчика, никаких дополнительных знаний языков, программирования, разметки и прочих радостей от разработчика не требуется. Но это все, конечно, немножко неправда, потому что от разработчика зато требуется знание этой самой платформы, не значит, быть помянутой кубернетов. Изначально, когда Google позиционировал первый релиз в 2014 году, оно звучало так, что мы разработали кластер, который сам себя лечит, сам себя масштабирует, сам себя обновляет, обновляет, значит, приложение, и, в общем, вы ему просто говорите, чего вы хотите в виде конфигурационного файла, не сложной структуры, а он, трудяшка такой, дальше пытается подогнать то, что у него есть в кластере, под то, что вы написали в конфигурационном файле, пытается подогнать вечно. Причем следит, чтобы вы этот файл, если вдруг модифицировали, разумеется, отслеживает, подгоняет все под новую версию, ну и под нагрузку определенную все это адаптирует. Звучало это все очень здорово, и надо сказать, что на текущий момент эта платформа стала достаточно зрелой для того, чтобы использоваться в очень большом количестве серьезных приложений. Ну, понятное дело, что сильная сторона платформы – это горизонтальное масштабирование, то есть размазать приложение на большее количество узлов, которые параллельно с балансировкой на звуки обрабатывают запросы пользователей, что-то там для него делают. Кроме того, как это будет позже видно, и как некоторые спектрусующие в курсе, он идеален для систем без сохранения состояния. Единицей, которая выполняет какую-то полезную работу, является группка контейнеров под названием POD, и они живут, пока эта работа есть, после этого они немедленно уничтожаются. В идеале сохранение состояния в такой платформе, в общем, контейнер, который неизвестно отработает и прекратит свое существование, в общем, не очень подходили к сохранению состояния. Но, разумеется, тем не менее средства для сохранения состояния в платформе есть, иначе как бы законченные приложения на ней работали. Очень популярная основа для микросервиса, в том числе, с достаточно большой нагрузкой. Понятное дело, что он хорошо использует как основа для различного рода кластеров, в том числе, кстати, кластеров баз данных. Поэтому отсутствие сохранения состояния по умолчанию, это, как мы понимаем, для баз данных недопустимо. И поэтому средства, тем не менее, обходы этого ограничения в платформе Кубернетис хорошо развиваются. Немножечко по поводу учебного курса по Кубернетис. Платформа, она, конечно, очень здорово самонастраивается, самоконтролирует собственное приложение в кластере, перезапускает, обновляет. Но все это сопряжено с тем, что разработчики придумали много новых слов. Каждому из этих новых слов придумали достаточно пространное объяснение, что это значит. В результате порог вхождения у платформы очень большой, просто потому что, к сожалению, человеку приходится читать документацию, и ее много. Оно-то, да, просто пишет конфигурационный файл, и платформа все скачает, все смасштабирует и все установит, но что в нем написать, в смысле, начинаются проблемы. В своем распоряжении оказывается толстый, мощный учебник по Кубернетис на английском языке, а на русском есть только русскоязычная википедия, в общем, в качестве вводной. И ты так вдыхаешь и говоришь, да, хорошая, конечно, вещь, кластер сам себя лечит. Вот, да, и из-за проблем с переводом, понятное дело, слабая адаптированность к русскому языку. Похоже, что это вообще свойственно для Google, когда нам приходится писать учебные курсы программирования под Android. Это вечная проблема, как вообще должны на русский язык переводиться все эти штики типа Activity или что там, Intent, и другие сущности платформы Android, которые не очень хорошо вообще в русском языке фигурируют, хотя бы потому, что единственное множественное число даже не сочетается в Кубернетис, похожая ситуация. Поэтому большая часть терминов используется в английском написании. Целевая аудитория курса в нашем случае – это студенты первой ступени, старшекурсники, разумеется. Что из изученного ими для работы с этой платформой жизненно необходимо? Во-первых, компьютерные сети. Во-вторых, какие-то элементы системного администрирования GNU Linux. Очень их выручают. Ну и немножко по архитектуре, собственно, клиент-серверных приложений. Студенты второй ступени дальше имеют точно так же предмет, завязанный на Кубернетис. Сейчас находится курс для магистрансов, имеется в виду, на стадии адаптации под то, что они успели изучить на первой ступени. В чем проблема с основными понятиями? Вот это вот очень коротенький, очень коротенький список самых-самых-самых основных понятий, которые… Левая колонка – это то, что попадает в лабораторный практикум. Правая колонка – то, что остается только в лекционном курсе. Совсем основные понятия. Ну, вообще говоря, поскольку речь идет о кластере, то все это привязывается к узлам, к нодам. На этих самых узлах, собственно, выполняются контейнеры и много достаточно сложно взаимодействующих между собой сервисных компонентов кубернетов. При этом отдельные единицы, которые оперируют планировщик стартующих заданий и для выполнения какой-то работы кластером, называются входом. Вход – это один или несколько контейнеров. У людей попроще – это всегда один контейнер, но чисто теоретически он переводится с английского, кажется, как кто-то типа стручка, и задуман он как группа контейнеров, которые теперь работают как одно целое. Соответственно, replication controller, контроллер репликации, ну ладно, это еще можно перевести как-то на русский язык, вот как переводится. Его задача – поддерживать требуемое для выполнения нужной работы количество подов, одновременно запущенными на неизвестно заранее каких узлах кластера, но, тем не менее, привязкой к узлам можно, разумеется, управлять. И, наконец, сервис – нечто, некая сущность куберната, которая определяет, как клиентские запросы попадут на нужные коды, запущенные на неизвестно каком узле, неизвестно каком контейнере. Все это работает через кубернеты с Афин. Соответственно, на каждом, ну, на массу разлива в любом случае запущен Афин-сервер. По большому счету, его так обзывают превратником кластера, несет он основную нагрузку и по аутентификации, и по авторизации, по валидации запросов, по контролям доступа, который там реализован в последних версиях кубернеты на основе ролей, и еще много-много чего полезно. Как это все выглядит? Здесь мы видим, господи, два узла. На каждом из них есть рантайм-контейнеров, есть кубернеты, которые обеспечивают взаимодействие с так называемым чем Афин-сервером. Кроме всего прочего, здесь же действует встроенное хранилище, аналог реестра, здесь же действует менеджер контроллера, здесь же действует планировщик, и все это работает в виртуальной наложенной сети, благодаря этому собственным внутренним обнаружением, собственным виртуальным ДНС, благодаря которым элементы на узле обнаруживают друг друга автоматически. Если это не локально запущенный кубернет, а кубернет запущенный в облачного провайдера, то облачный провайдер обеспечивает еще балансировщик нагрузки, собственный, не являющийся частью этого самого кубернета, с которым приложение кубернета сможет взаимодействовать. Но те, кто поднимает это попроще, локально или на ВПС, те обычно поднимают собственный балансировщик нагрузки, но пользы в нем тоже достаточно много. Балансировка есть балансировка, тем не менее он, конечно, меньше учитывает загрузку отдельных узлов провайдера, поэтому, по-моему, балансировщик сторонний от самого провайдера часто бывает более выделен, но, разумеется, такой ходик оказывается дорогой. Кубернета сможет нажать. Все это конфигурируется, описывается в виде достаточно несложных конфигурационных файлов с разметкой YAML. Ко всему этому работают утилиты командной встрофе, с которыми уважающие себя системные администраторы обычно взаимодействуют, и гораздо более удобные веб-билеты, кубернеты с дашборд, которые менее уважаем, уважающими себя системными администраторами, до тех пор, пока они не обнаружили, что здесь все-таки нагляднее и легче там какие-то ошибки обнаруживаются, и все прочее. По лабораторным упрактикам. Системные требования, кстати, к нему сторонние, у нас оказались минимальны. Нужен Linux, нужен VirtualBox в качестве системы виртуализации, нужен дистрибутив Minikub, дистрибутив кубернета для локального использования. Из ограничений Minikub нужно сказать, что у него, поскольку все работает на одной локальной машине, не работают вещи, которые запрещают отдельным контейнером стартовать одновременно на одном и том же узле или наоборот. То есть специфика выбора узла в лабораторном практике не задействована, но все остальное в нем работает очень неплохо. По структуре практикума он очень простой. Как я уже сказал, лекций больше лабораторных, меньше. Собственно, знакомство с Minikub. Потом доступ с помощью kubectl, kubectl-proxy и вот этого самого красивого демпрофейса дашборд. И две последние лабораторные работы. Одна из них – развертывание собственного приложения, однокомпонентного. Вторая работа – развертывание многокомпонентного приложения и заранее заготовленных элементов. Отсутствие внешнего трафика – это тема для пары отдельных слайдов. Как уже упоминалось, кубернезы с прожорли. Выполнение этих лабораторных работ каждым студентам съедает порядка 600 мегабайт внешнего трафика. Это не очень хорошо. Поэтому мы старались его пресечь. Тем более, что политика университета достаточно специфична с использованием VPN для доступа в интернет и так далее. Два способа обойтись. Использовать приватный реестр Docker. Ну и, соответственно, приватный репозиторий для образов Minikub. Разумеется, не все компании будут в восторге, если их приложения будут храниться в публичном реестре. Поэтому, разумеется, вся эта система очень хорошо адаптируется под приватный реестр в пределах интернет-сети внутренней. Ну и второй способ. Он скорее читерский. Один раз развернуть, клонировать на все машины, чтобы дальше приложение тянулось из локального кэша. Мы использовали второй способ просто потому, что в свое время делался на эту тему доклад. У нас синхронизация в пределах учебных классов очень хорошо реализована именно для таких вещей. Поэтому автоматически один раз установленный образ с один раз выполненными заданиями везде тиражируется. На этом я останавливаться подробно не буду. По поводу клонирования. Это не самый солидный способ, но в нашем случае он просто проще в организации, и именно его мы используем. Ну и последний слайд по поводу ссылочек. Что можно сказать в качестве информационных источников. Вводная статья по кубернетес в Википедии. Это старт. Затем, к сожалению, официальная документация по кубернетес на английском языке, которой много и которая изобилует всеми этими новыми непонятными словами. И, соответственно, не лишней оказывается официальная документация по миникуб. Она по сравнению с документацией по кубернетес проще. Меньше. Вообще все проще и меньше по сравнению с официальной документацией по кубернетес. Ну и на этом слайде я позволю себе закончить. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. У меня вопрос вот какой. Если, к примеру, какие-то приложения или даже еще, к примеру, операционная система, которая используется в этих докер-контейнерах, если она лицензируется, а этот кубернетес растаскивает эти докеры в непонятном количестве, в непонятное количество мест, у вас нет ли каких-нибудь идей, соображений на тему о том, как можно было бы лицензировать приложение, которое лицензируется по количеству экземпляров вот в такой вот схеме работы? Спасибо. Есть. Развучите, пожалуйста. Начнем с того, что поскольку контейнерная виртуализация это запуск каких-то процессов приложений в изолированном окружении поверх хостоперационной системы, и по умолчанию докер именно используется в кубернетес, то есть именно контейнерная виртуализация, то никаких вложенных в виртуальных операционных систем там вообще нет. Есть просто приложение, то есть процессы Unix, которые запущены, изолированы от всего остального, от остальной части операционной системы и видят свой собственный фрагмент файловой системы, который и представляется собой образом скачиваемым. Да. Ну я понимаю, что там есть какой-то способ изоляции, да, но, так сказать, ну есть всякие системы виртуализации, которые сходным образом виртуализируют, да, и поставьте себя на место разработчика какого-то приложения, да, которое вы продаете по количеству экземпляров, вот, ну, к примеру, лицензируете, а тут ну раз и разъехалось, так сказать, на сто раз больше экземпляров. Чем это отличается от того, что это запускается, допустим, в виртуальной среде на каком-нибудь КВЛе, ну, с точки зрения как бы лицензируем? А давайте я отвечу. Давайте. Слушайте, я просто писал несколько систем подписок. Собственно, менеджер берете обычный, господи, этот Red Hat-овский, вот. Вот, то есть, понимаете, нет никакой вообще сложности, то есть это ваша система подписки должна, там, вот, условно говоря, выписывать токены, у вас происходит привязка по какому-то вот этому. В этом внутри контейнера вы, наверное, можете сделать свой собственный фингерпринт этого контейнера, то есть не только систему снять, там, с материнской платы или к чему там привязывать с квинтами, ко всему остальному, но какой-то там фингерпринт взять с какой-то id контейнера и привязаться к нему. Ну да, вы сейчас говорите о технической реализации. Да, да. Можно в комментарии? Вы политику, это вы же сами можете делать. Вот сам, например, Red Hat, он бесплатно дает лицензии разработчиков, которые предоставляют ему, там, n железных машин, n умножить на 100 виртуальных машин. Я не помню, что там было с контейнерами. Это уже, там, вопрос, как ваша система будет вести. А примеры вот такого лицензирования для вот докерных таких развертываний нет? Конкретно докерных нет, я не знаю, но я не вижу проблем. А мне тоже можно, да? Ура! Первое. Это серверное приложение. На ваших собственных, не на чужих, на ваших собственных серверах или на серверах, которые вы арендуете у облачного провайдера. Если вы не можете контролировать, что расползается по вашим серверам, это, видимо, ваша проблема. То, что вы предоставляете с помощью приложения, развернутого в Кубернетес, конечному пользователю, это сервисные услуги. Пользователь, предположительно, через веб-браузер обращается к вашему серверному приложению. И вопрос, как лицензировать корректно, свободное ПО, предоставляющее некие сервисы, там, афера ГПЛ, что-нибудь вот это, он достаточно хорошо разработан, и Кубернетес не вносит в него ничегошеньки нового. Просто вы добавляете дополнительный уровень изоляции на собственных серверах и дополнительный прозрачный уровень взаимодействия элементов, которые расположены тоже на ваших собственных серверах. Спасибо. Другие вопросы? Есть. Раз-два. Вопрос такой. Я так понял, что обговаривался целый курс, который построен на прошлом интернете. Совершенно верно. Даже два курса. Да, два. Там еще вторая ступень. Этот курс в открытом доступе где-то есть? Этот курс на текущий момент практическая часть, достаточно простенькая, должна появиться на GitHub. А вот теоретическая часть, там, честно говоря, и хвастаться особо нечем. Это просто переложение официальной документации Кубернета с виде слайдов. Ну, собственно говоря, поскольку курс получился тоже многокомпонентным для магистрантов, которые потом до этого добираются, отдельный предмет считается на эту тему с продолжением, то логично, конечно, его выкладывать как одно целое. Наверное, поблагодарим уже докладчика. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые докладчики, напоминаю про регламент. Следующий доклад Михаил Александрович Шигорен. Это что ли? Так, это делаем. Попробежим. Заметили, да, что вчера докладчиков объявляли просто фамилия, имя, а сегодня фамилия, имя, отчество? Ой, я немного напрягся. Да, собственно. Да? Спасибо. Ты просто так сказал, пожалуйста. Собственно, отчасти этот доклад пересекается со вчерашним докладом Андрея Черепанова про альтообразование и с сегодняшним докладом нижегородских коллег по многоместным мульти-системам. Собственно, некоторая особенность, по которой он пересекается с моими докладами прошлых лет, это применение аппаратной платформы Эльбрус. В чем особенность, будет, надеюсь, ясна уже по ходу пьесы. Значит, что у нас обстоит с вообще образовательными средами? Перед ними стоят такие задачи, как соответствие регуляторке, и при этом, ну, как бы, не отрыв от реальности, в том числе в экономическом плане. Собственно, первое у нас закрывается наработками, вот в первую очередь, Андрея Черепанова, вот по части, сперва альт-линокс школьный, потом дали альтообразование. Вот второй случай Эльбруса мы решаем применением Горыныча без мульти-сита. О преимуществах этого подхода уже, собственно, коллеги два доклада назад рассказали. И если говорить о Горыныче, то, собственно, в чем у нас получается вот эта вот особенность, что да, один системный блок и несколько достаточно близко к нему скомпонованных, ну, то есть там в радиусе, ну, условно, полметра-десять метров, больше уже непрактично. Несколько рабочих мест в составе, там, монитор, клавиатура, мышь, возможно, какая-то еще периферия. Вот, значит, поскольку действительно известны два подхода на видеокартах-видеовыходах, сравнение уже вот коллеги провели, я к нему могу прибавить то, что в случае отдельных видеокарт у нас существенно проще с вопросами дистрибутивизации этого всего, ну, то есть оно более технологичное, проще с безопасностью, не нужно выделять отдельного псевдопользователя, например, под запуск вот того X-сервера, который сидит на этом всем, и получается несколько более естественная изоляция по части доступа к аппаратным ресурсам. Вот, ну и, собственно, что главное дает этот подход, это кратную экономию, то есть если повесили два рабочих места, то будет примерно вдвое дешевле, каждая из них обходится, если повесили три, то втрое и так далее. Так, да, собственно, здесь появилась звездочка, потому что вот эта кратность, она все-таки с поправкой на цену этих самых мониторов клавиатур мышей и видеокарты в случае построения на отдельных видеокартах. В случае Эльбрусов, когда системный блок стоит вот 801, например, там сейчас 300 с хвостиком тысяч, это, в общем, уже так получаются цветочки, то есть там действительно кратность получается даже почти целая. Вот, это отдельный вопрос, так сказать, из часто задаваемых по Эльбрусам, ну когда же он будет стоить разумные деньги, а не космические. Ну, собственно, мы с коллегами этим занимаемся с тем, чтобы мы со своей стороны разработчиков прикладного ПО и операционных систем с ним стараемся расширить сферу применимости, чтобы было можно применять больше Эльбрусов даже по текущим деньгам и, соответственно, повышать серийность и уменьшать себестоимость. Себестоимость там имеет потенциал уменьшения в несколько раз при росте серийности, в общем, в довольно скромных числах, в цифрах, ну там порядка до 10 тысяч машин в партии, от текущих там, ну, например, 100 машин в одновременно производимую партию. Значит, что известно по этому подходу раньше? Он, в общем, достаточно бурно развивался в начале 21 века, хотя известен, конечно, существенно раньше. Вот, например, в Московском государственном полном инженерии